Всем привет! Меня зовут Наталья и вместе с проектом Дубай мы сегодня собрались в прекрасном, замечательном отеле Le Royal Meridian называется, попить кофе. И я очень хочу поделиться с вами своим опытом вождения в Дубае, а также аренде автомобиля. Так как это очень интересная тема, я думаю, для всех туристов и людей, кто только приехал, переехал жить в Дубай, очень хочется, наверное, передвигаться на своем транспорте личном. И опять же хочу отступиться в то, что вождение в Дубае имеет ряд различий, в отличие от России вождение. Так как я очень люблю машины, все, что с этим связано и само вождение, мне очень нравится ездить самой за рулем. И поэтому я хочу рассказать, как именно здесь это происходит. В первую очередь, очень хорошие дороги, приятная обстановка, все водители ведут себя очень культурно. На дорогах очень комфортно водить, себя уверенно чувствуешь. И, конечно же, машины, которые здесь, они все приятные, комфортабельность у них очень хорошая, оснащены. Это салоны, как правило, все они кожаные, что немаловажно. Но, опять же, с учетом, что здесь очень жарко, все сидения, они вентилируются, то есть не жарко. Это очень важно здесь. Поэтому, когда едешь на дорогах со скоростью 100 км в час, потому что здесь это разрешается и 80-100 км в час, это по городу. То есть, опять же, отличие большое, то, что если у нас это по городу максимум 60 км в час, то здесь это достигает до 100 км. И, опять же, очень важный момент. Когда вы едете, где-то захотели припарковаться, все парковки, как правило, они платные. Не значительно, но в любом случае нужно на это обращать внимание. То есть стоят такие стоечки, где написано, что подойдите, возьмите чек и оплатите свою парковку. По часовой идет. Где-то можно 3-4 часа проводить без оплаты. То есть все зависит от территории. Еще хочу столкнуться с таким моментом, поделиться. То, что когда мы приехали с мужем сюда, приехали мы из Мурманской области и переехали месяц назад. Сразу решили арендовать автомобиль. Столкнулись с таким моментом. То, что права у нас еще по туристическим визитам, как мы здесь находились, они международные, говорят, что получены в России. Но, когда мы связались с одним из агентств, нам сказали, что, к сожалению, ваши права не подходят для управления автомобилем в нашей стране. И мы немножечко расстроились, но опять же нам помог проект на Дубай. И дали контактный телефончик агентства по аренде автомобилей, в котором все проблемы уладились. То есть по этим правам абсолютно возможно и легально передвигаться в Эмиратах. То есть те права, которые мы получили в России, какие бы они ни были форматом, маленькие, большие, то есть сейчас выдают только маленькие, да, все они подходят. То есть без проблем можно передвигаться, брать автомобиль и ездить. Но только по туристической визе. Пока вы не станете резидентами, там уже другие моменты, то есть другие права нужно будет получать. Вот. В общем, взяли мы успешный автомобиль. Опять же, вариантов автомобилей очень много. То есть что вам хочется, да, больше по комфортабельности. Либо это эконом-класс автомобиль, либо чуть выше, либо эксклюзивный. Все можно взять, абсолютно все доступно. И много агентств предлагают свои услуги. Здесь, в Эмиратах, в Дубае. В общем, взяли мой автомобиль. И каждый вечер мы катались по вечернему городу, также по делам. Очень удобно. Все разметки стоят. Вот, конечно, если промахнуться с поворота, можно час-два добираться до нужной точки. Но это не проблема. То есть притирание к дорогам, оно есть везде, где бы мы ни были. Тем более, это большой город. Но все равно это очень удобно и приятно. Получаешь ощущение удовлетворенности на дорогах. Никто тебя не тормозит, не бибикает сзади, что давай быстрее идти, или там медленнее, еще что-то. А еще такой интересный момент, что здесь на дорогах есть понятие салики. То есть на каждом автомобиле на лобовом стекле такая небольшая вирочка висит, приклеена. То есть когда проезжаете под определенными воротами, то срабатывает салик. Вы набираете салик, так скажем. Каждый стоит 5 дирхам. То есть это, так скажем, платные дороги своего рода, но в то же время это удобно. Удобно в том, что они освобождают центральную улицу. Как правило, это по центральной улице, Шейхзейт-Рот. Я думаю, знаменитую улицу все знают. И чтобы люди объезжали другими дорогами, в том плане разгружая основную, главную дорогу. И поэтому пробок практически здесь не бывает, так как побывая в Москве или в Санкт-Петербурге, примерно такого же плана города, как Дубай, вы сталкиваетесь с пробками. Это большое время проводите в этих пробках по 2-3 часа. Я знаю, что у меня живут знакомые, родственники, и они очень много времени проводят в заторах машины. Здесь вы это время можете потратить на свою личную жизнь. То есть с семьей, с детьми, у кого есть. То есть сходить куда-то, отдохнуть, кто какие курсы, еще что-то. То есть личная жизнь присутствует. Этого нет здесь. То есть пробок практически не бывает. Когда мы взяли первый автомобиль, первый автомобиль был у нас Toyota Camry. Я думаю, известный автомобиль. И здесь все водители такси ездят на Toyota Camry. Вот. И стоит, ну вот мы, которые обратились в агентство, стоило это 100 дирхам день. Но поездив 5 дней, я для себя поняла, что мне нужен автомобиль поменьше. То есть для мужа, конечно, это не проблема. Все удобно, все комфортно. Но мне нужен автомобиль поменьше. Так как опыт у меня был в вождении в автомобилях немножко поменьше. Пускай они повыше, но сами по габаритам меньше. Вот. И мы поменяли на Toyota Yaris. Ну, конечно, в планах приобрести свой личный автомобиль. Потому что здесь это нужно обязательно сделать. Сочетание цены и качества просто радует. Вот. Но так как у нас еще нет местных водительских прав, а для этого нужно время, чтобы их сделать ченч, ну, в общем, поменять эти права, трепется время. Вот. И когда мы брали автомобиль, хочу сказать, да, когда мы обратились в агентство, нам предоставили автомобиль абсолютно чистый. То есть салон был чистый, сама машина выглядела идеально. Вот. С нас потребовали, в первую очередь, это права, чтобы сделать теннесси контракт, да, это договор аренды здесь так называется, заключается он по правам. И вы оставляете в залог полторы тысячи дирхам для того, чтобы... Это из нашего личного опыта. Я не знаю, как в других, конечно, агентствах по аренде автомобиля, но у нас это было полторы тысячи дирхам. Что сюда входит? В первую очередь, это списание как раз аликов, о которых я рассказывала ранее. То есть сколько вы их соберете, это все будет вычитаться. По итогам, когда автомобиль будет возвращаться, да, в агентство. Вот. Также штрафы, да, если какие-то штрафы. Обязательно соблюдайте, если решите взять автомобиль, здесь все правила, которые есть. И прежде чем брать автомобиль, лучше ознакомиться с всеми правилами, так как они значительно отличаются от наших в России. То есть, если, например, в России я могла разговаривать по телефону, если не вижу никого, да, рядом из полиции, то здесь, конечно, это строго запрещено. И лучше иметь устройство Bluetooth, либо просто припарковавшись, ответить на звонок, перезвонить. В общем, как вам удобнее. Не пользуйтесь здесь телефонами, когда ездите за рулем. Это очень строго большие штрафы. Соответственно, тоже превышение скорости за рулем, ремень не пристегнутый. Здесь штрафы не такие, как у нас. Они значительно в разы, в два, в три, в пять раз выше. Поэтому лучше соблюдать, чтобы не столкнуться с дополнительными проблемами, да. Вот. Мы оставили залог, в общем, никаких проблем нет, все возвращается. Так как страна, еще раз скажу, да, что ужесточенная во всех понятиях. То есть, строгие правила, но, опять же, они соблюдаются здесь всеми. Поэтому не встретите на дорогах пьяных водителей, да. То есть, так как здесь сухой закон, то за рулем, соответственно, тоже нельзя быть в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Это очень, опять же, радостно для меня, так как я стараюсь соблюдать все правила, когда езжу за рулем. Но и хочется, чтобы все другие люди ездили так же. Вот. Вот. А так, одни эмоции приятные. Обязательно приезжайте, обращайтесь в агентство, берите автомобили. Вот. Их очень тут много, большого количества. Даже просто проехаться, например, кому-то интересную фотосессию сделать. Можно какой-то интересный, красивый автомобиль взять. Будь то Феррари, Мазерати, все что угодно. Пофотографируйтесь на день, на два. Получите удовольствие. Покатавшись по этим дорогам. Можно съездить в другие, кстати, близлежащие Эмираты. Это Абу-Даби, Рассельхан, Шаржа. На все пляжи можно съездить. Куда вы хотите, в парки. То есть, это выгодно, потому что бензин здесь стоит очень дешево. Вот, например, из нашего, опять же, личного опыта, да, вот за 10 дней мы заправляем бак. Бак выходит по местным 60 дирхам. 540 рублей на наше, если русские рубли переводить, то это совсем недорого. Так как литр бензина выходит 12-13 рублей на наше. И об этом не задумываешься, когда передвигаешься. Хоть и такси здесь очень дешево стоит, но все равно аренда автомобиля значительно выгоднее получается. Я думаю, если вы посчитаете, сколько в месяц, обязательно столкнетесь с тем, что лучше взять автомобиль в аренду. Опять же, это мое мнение. То есть, каждый человек приезжает, он выбирает свой. Кто-то на метро, потому что на метро тоже достаточно комфортно, быстро и удобно добираться. С вами была Наталья и проект Индубай. Вот, если вам понравилось это видео, поставьте обязательно лайк внизу. И задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, ответим. Подробно расскажем еще в вопросах вождения, не только на территории Арабских Эмиратов. Вот, и всем удачи на дорогах, приятного вождения и пока-пока.